Приветствую всех, кто смотрит это видео на тему дисковые тормоза на самодельном гусеничном тракторе. В предыдущей части на эту тему я показал последовательность замены барабанных механических тормозов, использующихся на этом тракторе, на дисковые с гидравлическим приводом. В этой части я хочу показать и рассказать о последовательности прокачки, установленной на трактор москвичевского суппорта, и о нюансах, возникших в этом процессе. Начал я прокачку из больших цилиндров суппорта. Для этого на клапан для выпуска воздуха надел полихлорвиниловую трубку, а второй ее конец опустил в баночку, в которой предварительно налил тормозную жидкость. В бачок тоже надел жидкость для прокачки. Сделав 6-8 качков рычагом, зафиксировал его в нажатом положении. Но так как у меня сейчас одна рука занята, держу смартфон, которым снимаю, а помощника у меня нет, то для удержания рычага решил использовать вот этот рычаг. Прицепил к пружину к рычагу, прикрутил к ней вязалку, натянул посильнее и прикрутил к навеске. Далее освободившейся рукой беру ключик и начинаю выпускать воздух, открывая этот клапан. При этом рычаг под воздействием пружины перемещается в крайнее положение до упора. Когда пузырьки воздуха перестали выходить в баночку, в этот момент закрываю клапан. Отпустив рычаг, снова накачиваю несколько раз, опять фиксирую рычаг в нажатом положении и выпускаю воздух. Так проделаю до тех пор, пока пузырьки воздуха перестанут появляться в баночке. И при этом не забываю доливать жидкость в бачок гидроцилиндра. Затем перешел к прокачке малых цилиндров суппорта. Вначале начал прокачку цилиндра более удаленно от главного цилиндра. Подел трубочку на клапан, второй ее конец выпустил в баночку, долил жидкостью в бачок и проделал все те же операции, что и с большими цилиндрами. В последнюю очередь прокачивал ближний малый цилиндр суппорта, в той же самой последовательности, что и предыдущий. При этом скопившуюся жидкостью в баночке я выливал назад в бачок в целях экономии свежей на второй суппорт. Но жидкость в баночке стала грязной, промыв полости цилиндров бэушного суппорта, что создало мне проблемы в работе тормоза. После прокачки всех четырех цилиндров суппорта проверил работу тормоза. Но торможение было слабым. Даже в крайнем положении рычага, когда вилка штока упиралась в пыльник, а рычаг отклонялся почти до спинки сидения, он был мягким. Подетое колесо на ступицу можно было прокрутить вручную. После нескольких быстрых качков рычагом он останавливался на середине сидения и становился жестким. Колесо уже было невозможно прокрутить. Но отпустив рычаг буквально на несколько секунд и затем нажал на него, он снова провалился до спинки сидения. Значит, в системе еще оставался воздухом. Еще раз прокачал полностью суппорт. Проверил работу тормоза. Но все та же история. Торможение было слабым. И тут я обратил внимание на то, что кронштейн крепления гидроцилиндра был мокрым. Значит, не держит передняя манжета гидроцилиндра. На рисунке обозначено под номером 13. Пришлось снять и разобрать цилиндр. Все его детали были грязными, черными. Промыл их бензином и высушил феном. Смазал каждую деталь свежей тормозной жидкости, собрал гидроцилиндр. Ну вот, переделал крепление рычага, чтобы он находился в положении отклоненном назад. В таком положении удобнее садиться на сиденье. А когда он находился в положении вперед, перед этим, когда я сделал, то каждый раз при посадке надо было ее отклонять. Ну и, естественно, создавало это определенное неудобство. Для этого мне пришлось переделать кронштейн крепления рычага. Раньше нижнее отверстие рычага соединялось с вот этими ушками. Естественно, ось вращения находилась внизу. А верхнее отверстие рычага соединялось с вилкой штока гидроцилиндра. Рычаг находился в переднем положении отклоненном. Вот, и для того, чтобы создать усилие торможения, надо было ее нажимать назад. В таком положении, кроме того, когда он находится в заднем положении, упираясь в спинку сиденья, я могу создавать большее усилие для нажатия на рычаг. Так, для переделывания кронштейна я решил перенести центр вращения вверх над кронштейном. Ну и переделал, сделал вот такую вилочку. И сейчас у меня центр вращения рычага находится вверху, а нижний конец соединяется штоком. И, естественно, после установки гидроцилиндра на место, решил не прокачивать суппорт, так как он был заполнен тормозной жидкостью. И также заполнены трубки и шланги, подсоединенные к нему. Воздух находился только в гидроцилиндре. Залив свежую жидкость, я дождался, пока выйдут пузырьки воздуха из открытой полости нагнетания через канал В. Затем нажал на рычаг и выпустил воздух, находящийся вокруг поршня, через канал В. Таким образом, нажимая или отпуская рычаг, задерживая его на несколько секунд для выхода воздуха соответствующих полостей, я прокачал тормоз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...